Это обязательное требование закона при передаче Это обязательное требование закона при передаче Рассказали и рассказали, что одна команда не видать и не сопротивляться Просто насильственным путем, так как они, естественно, не хотят отдавать И тем более частные управляющие компании, которые вполне там все это, здесь домов обслуживают хорошо себя чувствуют и тогда Вот нет, то есть все управляющие компании, которые работают, и все никакого значения не имеют Не важно, как они собираются Все сейчас это проходит Я знаю, что сейчас проходит Я спрашиваю, когда это... А он собирался к первому января этого года поменять но даже у них это не получается, поэтому, значит, против частными деньгами, да, значит, вот такая точка зрения этого профессионального сообщества, что действия эти правительства Москвы, они, значит, выпал собственник, и, как собственники, мы категорически против госуправления частными деньгами. Это мои деньги, это частные деньги. Я не хочу, чтобы у меня в государственном управлении было моими деньгами. Батка у меня пока еще частная, где я деньги держу. Почему какой-то ГГУ мне неподотчетная, непонятная, начавшая свою деятельность преступных вообще мероприятий, по постановлению, которое не обсуждал никто его, никто не видел, вообще пока уже не было, почему я должна ему отдавать сотни тысяч своих рублей, при том, что не закончена афера с Майором. Мы будем писать опять письма, но подписывайте, отправляйте, но я буду давать только подроспись, потому что граждане, у вас у всех одна и та же манера. Вы берете письмо, отправляете его, получаете ответ и не приносите его нам. Ну да, всего пришло 2 или 3 ответа, а мы раздали больше, я не, даже 50 писем. Мне не нужна такая работа. Я писала эти вот два письма мэру и прокурору Москвы, я убила на это ровно две полных рабочих недели. Поймите, чтобы написать 8 пунктов обвинительного заключения, надо головы не поднимать, потому что нельзя писать так, чтобы тебе могли вставить, когда ты на самом деле ошибся, а чтобы тебе могли только врать прокуроры в глаза. Вот, больше ничего. И в результате пшик. Извините, а как-то не смогу еще. Нет, ну вот будем сейчас опять. Мы уже новые волны, может быть. Да, новые волны, нужно, там я переделал преамбулу, нужно протестовать. Вы сказали, что вот начальник молодого сперсия, мы говорим, там все эти санжеры. Да, это где можно прочитать? Я вообще с ним могу, но есть это, этот совет. Кто-нибудь знает? Опубликована эта синаграмма, синаграмма, когда собяние весной, смотрел эти самые состояния ЖКХ, у него было совещание. Где? Можно посмотреть, ну, правительство, может быть. Где бы смотреть? Может, у вас, да, Татьяна Вольфовна? Ну, попробуйте. Посмотрите, у нас шапки, с инфекцией. Можно, чтобы с весной, весной можно посмотреть, да? Да, просто посмотрите. Да, это, наверное, не настолько принципиально. Синаграммы, подождите. Понимаете, вот то, что, то, про что Татьяна Вольфовна говорит, вот то письмо, которое подготавливает. Вот это мне очень интересно. Ну, наберите ЖКХ, Собянин, любые жилищи по эфирике. Конечно. Синаграмма, весна. Наберите Хорошево-Мневники, где там вообще 140 миллионов были должны ДЭЗы. Так, да. Я это интересую, это не забываться, может быть, в сердце. Ну, там были два, да. Ну, где все, как написано, проголосовали за все жители. Ну, я приносил вам тогда эту самку. Да.